странно ее сразу бросили под колеса ну сейчас ее там что-то тренируют все равно что у вас нового подожди секундочку Данила пишет про голосовалку в комментарии про голосовалку в комментарии самое простое и лучшее решение это дисказ неспроста в каждом в первом блоге стоит безумно удобно в общем посмотрел на это дело я согласен что удобно приятно и можно везде вставить единственное очень интересно что каждый раз когда я захожу на любые эти сайты у меня стоит в файфоксе всякие блокировщики потому что я не хочу чтобы реклама на меня накидывалась у меня все время дисказ блокируется но помимо этого мне интересно где в дисказе хранятся эти комментарии потому что мне кажется там идет какая-то бешеная агрегация вот и непонятно где все это сохраняется поэтому было бы интересно конечно узнать но я подозреваю что где-то на центральном сервере лежит но если нет то в принципе можно будет посмотреть я глянул удобно красиво но мне кажется там надо немножечко доработать свои приколы вот и вторую но кстати большое спасибо за ссылочку я я все это еще буду смотреть вот и вторую please прочитай прочитай please коммент и если до этого не видел да данила видел я я все понял и и вапс мне тоже типа в комментарии написал я прошу пришли 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 мне е-мейл или вапс пусть он пришлет е-мейл что значит он соглашается формально отдать тебе футболку и ради бога я тебя отправлю главное чтобы все это было официально скажем так чтобы потом мне без обид грубо говоря поэтому пришлите уже мне е-мейл пусть левапс мне пришлет е-мейл он скажет что да я согласил отошли до неле вот и тогда все я успокоюсь и ради бог за мной не заржавеет так по-моему по-моему здесь обсуждать больше нечего никто ничего больше не обсудил большое количество видео некоторые посмотрел некоторые не успел извиняюсь вот но в принципе я думаю все тогда уже можно переходить все еще рубрики а вот подожди секунду добро пожаловать обратно паузу сделали неадекватно а помнишь ты да да помни помнишь ты меня что-то спрашивал про наушники про и как выбрать правильные наушники тоже помните это тема была ты мне статьи присылал я прочитал некоторые из них стало очень интересно да но наушники я вот думал себе для трака купить какие-то но не такие вот вы есть варианты как вайлес их подсоединяешь через юсби маленькая такая юсби юсби вайлес на чем я говорю и они и работают они как и беспроводные судя по тем статьям что мне пришла это плохая идея ну вот чисто я думал может быть для skype а не знаю как ты считаешь хорошие наушники лучше беспроводные я я вообще приверженец проводов если честно то есть тебе я тоже я даже дома все что можно подсоединить там кабелями я подсоединяю кабелями то есть правильно все правильно конечно беспроводная шняга это удобно но не везде ну ты за конечно у меня тоже есть ли страх проводах одни одни чаджеры одни зарядки тут можно сойти с ума вот я вижу они сделали как бы этим юсби макро да вот стандарт какой-то вижу пришли к одному стандарту макро юсби но опять же вот та же blackberry там что-то еще другой вольтаж то есть постоянно каждому девайсу нужен свой чаджер купи один айпад и все не мучайся ахаха с 4g уже встроен да можно даже так да ну можно просто вот опять же компания apple не всегда меня радует вот я уже говорил про то что скажем аудиокниги я там я их скачиваю кидаю в itunes там и они он не ломает дорожки все блин приходится использовать другие медиа плееры вот мне нравится очень аркас например там я вот купил себе один на 500 гигабайт комиссионном магазинчике там после бани вышел зашел по хорошей цене 500 гигабайт нормальная штука то есть представьте сколько можно книг туда накидать аудио или вот там или вот у меня sony media player вот 8 гигов тоже классный для аудиокниг сейчас слушаю этот как же эта книга называется в борис акунин смерть на брудер шафт 10 книг там интересно про шпионов блин в пятнадцатом году так вообще обломали россию в тринадцатом вообще на взлете смотрел этот фильм говорухина россия которую мы потеряли нет ты знаешь жалко на взлете гад по пострили птицу на взлете у нас да я к этому отношусь очень знаешь так прохладно ну да в те годы блин руссобалт делали представляешь машина руссобалт у нас уже была своя еще в те года машина руссобалт а еще такой руссобалт да была российская машина в смысле машина российского производства также как говорят и вот эти харли дэвидсон да это были еще еще те ребята харламов и давидов что-то такое не уехали в америку сделали харли дэвидсон переименовали ну какую-то версию слышал такую я не кстати хотел в подкасте каком в каком-нибудь там дальнейшем я хотел рассказать очень интересно подожди как там танк назывался т-34 да да я как кстати кое-что слышал да об этом да и что то что этот тут то что он был настолько скоростной да типа считался высокоскоростным насколько я понимаю но принципе да там были счастья вспомню там были значит моменты там не было всяких тяжело было переключением передач там если водитель был плохой он мог не так передачу ставить там ломались шестеренки все нужно было аккуратно встать передачи да он был такой шустрый но пушечка у него начальная была по моему не 76 миллиметров какая-то другая более слабо и поэтому я насколько мне надо еще прочитать но они его построили значит ходовая часть вот это быстро значит которая быстро шевелилась это разработки американ американские это да тоже такое было делать нам привезли пару даров американских на самом деле были какие-то танки помог крести по моему да 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 он там история была в том что он значит он их разрабатывал по-моему еще у него была мыс идея такая скоростные типа танки сделать скоростные вот и там показывали кстати там есть видео можно найти как он там гонял на этих не на танках а просто гусеницы с платформы вот он потом попытался впоследствии продать американской армии которую его послала в общем далеко вот и он как бы расстроился и начал искать других покупателей и россии россии это дело приглянулось и они это купили разработки его вот и потом эти разработки значит в определенных значит моментах дошли до 34 очень интересно да плохо только что они пушку вот эту 76 миллиметров в конце поставили уже войны или там где-то в середине там надо было самом начале и ставить вот эту пушку классно если бы они знали как все повернется я считаю вниз несомненно было очень много врагов народа которые мешали внедрению всякие всякие диверсанты были которые мешали внедрению технологии там постоянно диверсии были всякие у вас у вас очень странный премьер серьезно говорю даже ты помню говорю послушай наш подкаст послушай я послушал не целиком потому что вы такие иногда вещи выдвигаете которые просто мой мозг не может передать как переработать не могу проследить откуда выводы пришли вот понимаешь чем тяжело объяснить потому что в жизни так все перемешано отчасти много чего контролируется конечно политика идеологии так далее вот другу некоторые вещи контролируются чистой технологии то есть там не готовы не смогли не довели не доделали вот поэтому там там не всегда какие-то знаешь шпионы враги народа что-то делали ну конечно тяжело понять как к началу войны там этот как вам молотов либентров встречаются в германии договариваются все что там не нападают друг на друга что гитлер идет воевать против англии и потом вдруг он нападает все-таки на ссср вот это конечно тоже непонятно ну почему понятно вот когда они уже изначально раздеребанили там прибалтику в польшу там тык извиняюсь говорят но игра в банк ну тоже непонятно ошиблись или это был как говорится не план или это было не этот не мелочь недавно я смотрел этот фильм шпион по борису акунину они сделали фильм шпион вот этот его они сделали фильм шпион тоже там такая он такую свою свою версию предлагает почему сталин не понял планы гитлера нападение типа к нему пришел от гитлера такой разведчик прям к нему добрался как как такой вот мессенджер такой к нему пришел и передал письмо от гитлера что он его не будет значит что гитлер не будет на него нападать а это почему сталин спрашивает а почему эти должен верить ручку дает и стрельнул из ручки в стену говорит потому что я мог бы вас сейчас убить типа потом к не убери а подходит а с чего вы решили что гитлер не будет нападать он говорит я отсюда из головы придумал поэтому не будет это интересная версия а суворова не слушал ты суворова не читал смысле нет виктор суворов почитаю резун тоже там много интересных фактов я думал почитать но правда не совсем то меня на исторический пока что совсем не тянет и тем более на такие там что было что 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 как чего куда это факт факты действительно такие что к началу войны у советской армии было намного больше танков даже чем у гитлера ты знаешь об этом да да но вопрос какие были танки ну в принципе да еще даже гражданская война шла и там еще внутренне внутренняя была вражда конечно гражданская война шла но еще в некоторых ходе в некоторых участках продолжалась да почему нет почему нет и и отчасти может быть да почему нет я не знаю ты мне как то открываешь глаза потому что там гражданская война шла я думал сталь уже всех похоронил или как говорится уже уже почти всех похоронил так вот в том то и дело что наши советские идеологи как в то время когда мы учились в школе все вот они нам про промыли мозги очень сильно и все мыслят как по шаблону это вы очень кстати видно как со многими людьми общаешься все говорят как один ну вот точно лицо опять же вот этот вот пример детского садика где тебе внедряют с малолетства одну версию и все идут за этим это извини что еще хочу сказать а короче я себе купил еще один этот apple apple девайсик один apple 160 гигабайт знаешь ipod classic поддержанный в магазине у меня есть один думаю еще про запас возьму они такие вообще дешевые там сколько 100 баксов скажи мне зачем ты их покупаешь не я один взял там дочке подарю она просит ipod точку пить или вот сейчас говорят этот выйдет apple мини не знаю что взять может быть все таки ipod ipad ipad ну а зачем ты старый покупаешь какой вкус как бы ну в принципе как плеер он классный я ей тоже подарю ну как как чисто музыку туда набросать там кучей в принципе неплохо будет ну молодом поколении это не надо тоже верно нужны как говорится передовые технологии она придет в школу с этим ipod на нее подруги посмотрим ты че совсем больная сейчас все с айпэдами ходят да она на пол кого положит и забудет скажет спасибо папу подарил тоже что сейчас понимаешь так а что а что сейчас модно если честно я не знаю что сейчас модно вот понятно все эти андроиды и айпады последние вот что сейчас модно все хотят ходить с ними нет у друга ребенок тоже ходит с этим айподом тачем тоже блин сколько ему 7 лет что ли да это прикольно видеть у меня подожди я перебью у меня вон там знакомые приходили мальчику там два года он уже тоже весь играет в игры на этих андроидах там на 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 эплах ну да вот вот им что и надо собственно говоря но на счет надо я не уверен у меня другая политика на жизнь но как бы вот они ходят с ним ой такие смешные два года сидит он уже играет во все блин поэтому так ладно перейдем тогда на новости а я кстати хотел сказать про эти айпуда айфона вот что забыл совсем сказать на этой неделе произошла совершенно невменяемая ситуация я потерял свой айфон на целых два дня и вы не представляете что за эти два дня со мной произошло ты вот можешь догадаться что за мной произошло за два дня не имея своего айфона с собой ну наверное депрессняк накатил большой со мной абсолютно ничего не произошло то есть наоборот облегчение почувствовал да что если честно если честно был маленький дискомфорт потому что этот у меня в айфоне я записываю в календарь дела которые мне надо не забыть там сходить в магазин купить этот винный уксус да вот я жутко боялся забыть церемония должна проходить на выходных мне нужен был винный уксус я боялся тупо забыть потому что после работы приходишь башка не думает вот но кроме как куда календаря если честно ни телефона ничего мне было фактически по барабану вот хорошо в компьютере есть календарь я туда все записывал а так если честно я не понимаю людей у которых депрессия без телефона или чувство неудобства что-то не так в жизни а ты сейчас сейчас записываешь подкаст на этот на макбук да угу и чисто вот встроенный там во внутрь микрофончик да нет нет у меня бы на основе встроенный а какой у меня этот блю какой-то там блю такой шарик компания я не вижу какая здесь компания уже так давно его купил не помню слышал слышал блю есть такой да да блю вот я не знаю я подумал значит надо будет как-нибудь разориться купить что-нибудь более интересное но пока у нас просто такое качество записи идет что в принципе качество моего звука не особо влияет на общее качество потому что все идет через скайп и потом помехи в скайпе бывают там трафик тормозит потом гостей микрофоны соответствующие поэтому я не сильно на это знаешь да я слышал качество микрофона скайп ломают при записи я слышал сильно ну это зависит от этого от трафика зависит какая у тебя скорость зависит какая у меня скорость у меня дома интернет кривой я думал поменять надо будет собраться и поменять там просто надо капитальные вложения делать мне неохота другое дело как у путун записывает там отдельно траки потом склеивает да да ну понимаешь это анальная политика я об этом думал очень много раз а как он это делает я не понимаю как ну как это то ты у себя записываешь трак напрямую с микрофона я у себя записываю потом ты мне перекачиваешь свой трак я его кладу рядом со своим траком и все и все это в гараж бенде или в каком другом софте софте аудио аудисити все это просто напросто вместе складывается и все замечательно да да по моему он записывал свои подкасты об этом он рассказывал где то да да вспомнил это просто это это анально и понимаешь скажем так подходя с технической точки зрения путун конечно делает правильную вещь он записывает очень качественные подкасты но если подходить к массовому производству да допустим вот я хочу сделать подобное качество подкаста да давайте пригласим Ваню да допустим он у себя будет из дома записываться а у него там постоянно что-то жужжит кто-то работает и у него микрофон еще к тому же хреновый у него еще нету к тому же денег потратить на микрофон у него вопрос значит там или купить я не знаю там ящик пива с лэптопом или купить микрофон значит не ну это естественно понятно ну представь людей которые как бы на имеют нормальный микрофон там такой типа как еки блю там такой бакс за 150 дорогой и на месте слушателя это приятно слушать такой подкаст где все все качественно конечно я не спорю с этим но потом идет второй фактор хорошо я хочу приглашать разных людей да во первых допустим у всех есть профессиональные микрофоны допустим допустим да там все разорились резкий ты пошел и купил себе микрофон за 200 баксов да да вот замечательно а потом допустим ты приходишь о слушай чувак конечно все замечательно вот я очень рад тебе приходить в подкасты а как мне записывать свою дорожку ха-ха хорошо давай тебе настраивать дорожку потом другим настраивать софтину потом третьим вот то есть всем надо это все настроить каждому фактически приходящему они есть некоторые люди которые например не знают как поставить что скачать и где как нажать и допустим мы записываем там трехчасовой подкаст а кто-то забыл нажать кнопку рек опа за пара да за пара вот или там надо какие-то решения допустим надо удаленный софт ставить вот там у всех какие-то плагины чтобы ты мог контролировать то есть это просто идет знаешь это невменяемо то есть я слушаю профессиональные подкасты от профессиональных радиоведущих вот и как бы ты понимаешь они они все записывают через скайп да они все покупают хорошие микрофоны но они все равно записывают через скайп то есть там искажение все равно идет чистого чистого знаешь там бриллиантового звука нету вот но опять же но все равно давай попробуем как-нибудь записать подкаст может в следующий раз сделаем такой вот качественный я записываю через этот soundforge будешь работать через знаешь soundforge программу ну может попробовать я не спорю я просто говорю о технических и социальных проблемах записи качественного подкаста то есть это просто знаешь вот это слишком слишком сложно вопрос в чем суть подкаста донести сообщение или донести качество у меня всегда была политика донести сообщение надо совмещать и сообщение и качество получается очень сложно о чудак я так посмотрел в сторону чудак такой страшный вышел он недалеко они какой-то construction делают и он видимо вышел поссать и я смотрю у него в темноте на лице такой огонек мигает красный блин так страшно как робот вообще такой фермент вау это фьючер факскон вокер с такие вау что нормаль не сбили его это все так из новостей Ubuntu Ubuntu присоединился к клауд сервисам которые предлагаются Microsoft Apple Amazon и всем остальным уже в последнее время они предлагают бесплатно 5 гигабайт хранения 5 гигабайт данных сервис похож на этот Dropbox SkyDrive, Google Drive и теперь у нас еще есть Ubuntu One у них есть софт под разные системы, начиная от Windows, потом iOS Android, Ubuntu и конечно же Mac OS появился еще один выбор, куда можно заливать свои данные за дополнительные, по-моему, 3 доллара в месяц можете увеличить до 25 гигабайт места на облачке кстати, знаешь, Amazon сейчас покупает Texas Instruments я слышал, я эту статью читал они хотят свои девайсы тоже продвигать вперед свои эти ридеры кинглы свои кинлы кстати, интересно, сходил в киню в книжном магазине по ошибке и там продавались эти КОБА то, что этот КБ работает на КОБА вот, очень интересно значит, в книжном магазине Чувиха рекламировала это КОБА неплохо очень-очень неплохо пыталась мне втереть КОБА вот, так что ну, я добавлю опять же, я слышал какие-то девайсы совместимые с этим ридером как же его Amazon? или КОБА нет, подожди Sony нет, там, короче, есть такая программка называется она закидывает туда книжки Калибри? да, вот, Калибр, Калибр вот Калибр, Калибр да, Калибр он бесплатная программка алло алло, алло слышно? слышно меня? да, ты куда-то пропал да, Калибр она закидывает книжки конвертирует туда в Kindle тебе, в читалку и я слышал какие-то девайсы с ней несовместимые какие-то вот, нужно обязательно покупать такой чтобы работал с Калибр я без понятия, если честно я закидывал я обычно все беру только в это в EPUB формате если я что-то пытаюсь найти вот и легко просто через iTunes закидываю на iPhone если надо но мне не нравится читать на iPhone я не знаю, как люди это делают да и у меня этот еще мне подарили Sony Reader поэтому туда тоже в EPUB формате просто шикарно заходит шикарно читается ой, ой ой, ой хорошо поддерживаю что-что? Kindle всякие вот они хорошо поддерживают Калибр вот эти читалки плохо мне слышно, да? ну ты местами отваливаешься по-моему что-то там потеря данных идет странно я сейчас посмотрю перестань качать торренты я не могу ты что? если я перестану я это у меня смысл жизни потеряется я очень на них подсел Ford Ford собирается в ближайшем будущем начинать массовое производство карбонфайбер компонентов для автомобилей чтобы сохранить вес автомобиля вот довольно забавная статья хотя здесь ничего нового не открыли вот давно давно ходили все это вокруг да около что вот вот сейчас начнется оказывается Ford уже с 2010 года с этим делом экспериментировал и статьи они говорят что все еще довольно таки тяжело и даже не тяжело а скажем дорогостояще производить вот эти вот карбоновые детали для автомобилей но они вовсю работают над этим чтобы удешевить технологию вот и будут вставлять в дальнейшее в будущие автомобили чтобы уменьшить вес они планируют где-то потерять ну в итоге потерять порядка 70 750 паундов то есть это где-то 350 килограмм веса вот видимо заменив некоторые детали автомобиля так что очень здорово я этого ждал и надеялся и к сожалению пока что еще пока что еще нам это не светит скажем так но по крайней мере бурная работа идет ну несомненно это облегчит конечно вес автомобиля там ржавение деталей уменьшится наверняка но все-таки как я считаю что Ford это переводится For Honor Repaired или это вот каждый ремонт ежедневный это для хозяина машины Ford потому что скажем если есть выбор между Ford и GM лучше брать GM вот у моей знакомой Ford фокус какой-то столько вообще глупых всяких ремонтов то есть я противник Ford я к американским машинам прохладно отношусь у друга он покупает исключительно GM у нее там жена работает на Union поэтому только американские машины вот он почему-то покупает только GM он купил что же он купил он купил себе этот Круз и какой-то еще типа SUV вена такого смешанного который поменьше и с маленьким двигателем вот экономичный такой не знаю я же что на Крузе у него там ездил что в этой машине тоже сидел и если честно мне никто ни другой не понравился правда я им не говорил я говорю да-да-да клевая у тебя машина иначе он обидится ну я вообще всю свою жизнь здесь вот в Канаде я езжу только на Бьюике на Бьюиках на GM и у них вот я заметил просто движок класснейший там он занял всякие там эти как называется какие-то медали там занял ну выиграл очень классный движок но вот трансмиссии у них слабые автоматические коробки передач вот они работают работают потом в один день хоба они больше не работают то есть очень слабое место ну я понимаю ты на траке катаешь поэтому для тебя ручная коробка это смерть называется ну вылезая из трака потом ехать на своей машине как-то я ходил выбирал думал было у меня время там ходил к дилеру к дилеру крашер додж крашер хотел взять себе этот джип рубикон там чуть ли чуть ли не взял новый уже там подписал уже бумагу там какую-то там потом вовремя отдумался там конечно продавцы вообще залезут вам это без мыла такие ушлые у них работа главное чтобы продать тебе машину неважно что ты сколько ты зарабатываешь то все главное тебе всучить и все бай-бай то есть а я выяснял про разницу между автоматической и стандартной коробкой вот этой как бы в смысле надежности они говорят что надежнее они рассказывали что надежнее вот именно вот рубиконе автоматическая то есть ручная даже быстрее как ломается вот такое вот то что они мне сказали в джипе рубикон там есть модель сахара такие симпатичные машинки я не знаю я сейчас поездил на автомате если честно я думаю я уже автомат пока не смогу пока уже без автомата не смогу есть до старости я скорее всего больше автомат покупать не собираюсь у меня я не знаю нету нету чувствительности от дороги но опять же я вожу другой тип класс автомобилей да я вожу очень маленькие автомобили но нету связи с дорогой и меня эти трансмиссии просто я уже два года катаюсь на своей машине по-моему да два года уже почти меня просто выносят как знаешь там там же есть этот локап да то есть когда там разгоняется трансмиссия до определенной скорости вот и потом заместо того чтобы просто тупо крутить как ну эту турбину конвертер да вот этот раскручивать таким образом придавать энергию там есть такой локап то есть он раз и соединяется и получается более эффективно вот на скоростях когда машина уже выровнялась ты так по городу ну я просто в этом отношении очень анальный человек ешь по городу только чуть-чуть газ сбросил раз сразу смотришь трансмиссия разъединилась вот то есть опять газ давишь она потом хват схватилась опять замкнулась окей а на какой машине ты ездил на автоматической коробке передач какая у нас была модель у меня этот хунда этот оксен окей а сейчас на коробке на ручной где ты ездишь на чем не на ручной коробке я раньше ездил у меня был этот митсубиси митсубиси этот как его зовут там мираж окей сейчас ты перешел на автоматическую коробку да я вот сперва у меня был полный кайф я просто балдел ну вот как классно ты сел в машину и поплыл но со временем когда притерлось меня начали маленькие вещи в автомате просто напрягать не надо ну переключать просто надоедает постоянно правой рукой это работает лучше правой рукой кофе там держать что-нибудь такое я отчасти согласен вот как-то не знаю у меня просто болезнь с автомобилями у меня как там чего начинает что-то где-то не так у меня сразу начинается головная боль просто с автомобилем я очень анален мне все должно быть я не знаю все должно правильно работать ну это нормально в принципе мне тоже нравится чтобы все работало там как бы тоже какая-то если где-то колесо у тебя стучит где-то ты хочешь его естественно поехать поменять там эту поломку устранить вот ну вот я езжу из своего опыта я езжу на более таких не совсем новых машинах а чуть-чуть старых там вот скажем в Юике я выбрал отечественные машины тут как бы американо-канадские такие очень много запасных деталей то есть если коробка скажем накроется то есть у меня есть выбор или машину поменять или коробку со скраба достать перебросить там куча коробок пожалуйста в этом большом крае я тоже к механику недавно заезжал вот он говорит ну у меня типа сейчас стоит фольксваген посад в гараже я говорю да ну и что ремонтируешь он говорит там короче есть фары которые знаешь при повороте они следят за дорогой то есть фары внутри поворачиваются вот там что-то лампочка перегорела еще чего-то он говорит я сейчас пытаюсь это пытаюсь найти как это все дело поменять потому что в дилершипе просят 1800 долларов за это фары не работает 1800 долларов ну да у меня поэтому есть свой механик такой дешевый там у него гаражик такой как бы он занимается такси это его основной бизнес ну и параллельно он их ремонтирует и он как бы тоже делает ремонты там всякие такие несерьезные лучше да дилеры несомненно дилеры очень дорого всегда берут дилеру вообще лучше никогда не обращаться у меня вообще магический дилер я к нему вообще кроме как по гарантии ничего не приезжаю они мне все звонят приезжайте на сервис им каждый раз приезжаю приезжал в смысле иногда кажется что после каждого ремонта они делают только хуже если честно я очень да вполне может быть что там где дилеры наоборот заинтересованы чем больше ты приезжаешь тем больше денег они это снимают да все дилеры это барыги гарантийный ремонт для них это вообще лакомый кусочек потому что они там ну мне рассказывали они работают там допустим у них по предписанию там допустим надо потратить два часа они тратят час списывают два все нормально вот но я не знаю у меня просто попался такой дилер я там попытался с одним я какого-то я там чувака из этого автосервиса выловил который там занимается значит с автомобилями попытался с ним поговорить вообще такое я бы ему если честно за ключи от машин вообще бы не давал знаешь такой такой знаешь такой пахуизм по-другому это просто не назовешь ну да так думаешь даже знаешь свою дешевую машину ну серьезно но вот им давать которые вообще им так все равно потрясает конечно хотя в других дилер-шипах насколько я понимаю тоже не лучше знакомый знакомого который в фольсвагене ну я рассказывал в одном из подкастов работает по спецификации надо так завернуть а он там типа знаешь заворачивает пока в общем звук не издается ты-ты-ты-ты-ты знаешь что больше не крутит по барабану какая спецификация забудьте и так сойдет да делили вот я поэтому я не езжу на новых машинах на таких всегда отберу старенькие а кстати тоже интересная тема про то что этот типа на новых машинах знаешь не стоит покупать новые машины забавная тема ну конечно после года вон она уже теряет в цене сколько половину да самые умные люди покупают машины с аукционов даже вот это параша такая почему дилеры те же дилеры покупают вот скажем если речь идет о подержанной машине то они покупают с этих с аукционов чувак короче говоря про аукцион я тут тоже сидел аукционы это не самая лучшая вещь потому что я сидел со своим знакомым он дилер вот тоже там смотришь на аукционы мне очень понравилось она показывает допустим какие машины так вот эта машина типа продают здесь там допустим я не знаю они были в какой-то там аварии незначительной но значит их теперь списали в плане что знаешь просто страховка покрыла но машина технически еще не списывая моя вот да продают потом там машины допустим с этого с проката продают потом там машина слиза вот он говорит например вот слиза еще ничего брать с проката лучше там не стоит не всегда но слиза да вот слиза куча машин нормальных да то есть он там я показывал на самом деле на своем личном опыте я убедился что если здесь покупать автомобиль вот я как для мамаши моей моей женщины я выбирал автомобиль я тебе говорю самое лучшее если но это отдельная работа то есть некоторые люди этого не понимают я сейчас попытаюсь объяснить как здесь как в Канаде купить как в Канаде очень хорошо купить автомобиль но кэш кэш нужно ну кэш да наличка можно или если вам банк в долг даст но это уже не важно как бы фишка в том что если вы хотите дешево купить дешево и хорошо купить автомобиль ну как дешево относительно дешево но хорошо купить автомобиль то надо во первых идти здесь на местную барахолку киджиджи вот и фактически автомобиль если вы хотите хорошо купить автомобиль то это надо искать его порядка двух-трех месяцев вам может конечно повезти вы в первый день можете вот я как своей женщине в смысле ее мамаши, я нашел автомобиль буквально там через по-моему полторы недели поиска, но это было абсолютно вот это называется просто повезло но фактически да, надо сидеть на Киджидже, рассматривать много автомобилей, надо ездить везде и все рассматривать кататься, спрашивать и большой прикол еще в том, что если вы ничего в автомобилях не понимаете, лучше этим не заниматься, вот потому что иногда приезжаешь, я столько ездил по дилершипам и не только например, к одному чуваку приехал это когда искали машину для сестры моей девушки вот, приехали нашли короче Хундай 8-летний что ли, или что-то такое ну коробка автомат, кондиционер типа все тип-топ, мы вечером приехали глянули на машину, типа, ну что, нормальная машина, единственное, что меня не порадовало я сразу посмотрел, машину запарковали под деревом, которая была впоследствии обкакана ну, народа не было дома вот, мы приехали на следующий день приехал на следующий день, машина стоит, значит запаркована уже на driveway, да, то есть вот, вся уже помыта и все такое вот, мы сели, поехали кататься в общем, машина была в аварии я уже потом мы на ней прокатились вот, подвеска невменяемая машина вся туда-сюда ее носит вот, даже на маленьких скоростях чувствуется я залез уже под машину вот, я чувака спрашивал машина была в аварии да, ну там чуть-чуть, совсем чуть-чуть поцеловали бампер. Я уже прокатился на ней, думаю, машина 40 километров, чувствуется прямо задница, не знаю, виляет больше, чем надо. Залез под машину. Смотрю, там сзади так его поцеловали, что там бензобак нафиг потрескался, и его залепили тупо, знаешь, просто тупо. Потом уже начал присматриваться, смотрю, там панели не сходятся, тут что-то не так, там что-то не так. А, товарищ стоит заливать, что машины лучше нету. И это, кстати, не дилер, это вот просто с рук продавали. Вот, то есть, совет, если вы не разбираетесь в автомобилях, или у вас нету друга, который реально не разбирается в автомобилях, этим не заниматься. То есть, лучше переплатить, поехать там в дилершип, допустим, даже БУ, и посмотреть, выбрать, и с маленьким километражом попросить у них официальную, значит, сводку, что происходило с автомобилем, и переплатить там 2-3 тысячи больше, чем, значит, вот так вот покупать. Потому что я тоже приезжал в другой дилершип, там продавалась машина, тоже поехали, ну, с виду вроде ничего. Конечно, видно, что на ней уже накатали, но поехали покататься, я прокатился, жуть, жмешь на тормоза, машину тянет влево, просто жутко тянет влево. И вот такое вот продается в дилершипах. То есть, ну, она, правда, и стоила очень дешево. Поэтому надо очень смотреть, если не разбираетесь, то или найдите кого-то, или просто переплатите за машину немного. А этот сайт, знаешь, autotrader.ca, это тоже много. Плохой, не нравится? Да, там выставляют машины, там, знаешь, выставляют очень дорогие машины, то есть, мне кажется, неоправданно там ничего как бы. Так можно приехать еще поторговаться, скинуть цену? Ну, да, но там все равно как бы, знаешь. Вот. На той же киже жизни, знаешь, как тут все происходит? Тут ты пишешь одно, тебе звонят, там, в полцены скидывают, предлагают. Тут очень много торгуются люди. Ну, наверное, я как бы не торговался. Я тебе говорю, я после полторы недели поиска напоролся вечером, как бы, ну, ближе к вечеру, ну, вот эту вот Toyota, просто бриллиантовая машина, и мы приехали, и нам, они хотели, по-моему, по-моему, они 6, не, 7 тысяч хотели за нее. Вот. В конце концов, они ее, по-моему, отдали за 6. Я попытался, я, кстати, попытался поторговаться, вот. Ну, чувак так на меня такими глазами посмотрел, говорит, ну, знаешь, чувак, ты же понимаешь, сколько она стоит. Я говорю, я понимаю. Ну, я должен был спросить. Говорит, ну, вот, а я должен был ответить. Я говорю, ну, замечательно, берем. Вот. Но, да, и вот еще удачно получилось с этим делом. Но это фактически, если у вас знание есть, это полнометражная работа. Надо просто сидеть и все время это смотреть. И тогда можно найти реальную сделку. Вот. Ну, при покупке машины, там много всяких разных штучек, что проверять, там, смотрят выхлоп, да, смотрят, сближет ли масло внутри движка. Я, я в основном, если честно смотрю, это очень интересно. Вот я с механиком разговаривал, да, потому что я все время фактически без его консультации никуда не езжу. Вот. Но он мне очень просто сказал. Да, я рассказывал в одной из подкастов, типа, надо посмотреть, у кого ты покупаешь, как они дом держат, как они то держат. То есть, то, что не относится к машинам. Говорит, если они хорошо ухаживают за домом, если у них прилично все сделано, скорее всего, они с машиной хорошо обращались. Ну, да, да, если у людей бабки есть, как бы, то, в принципе, все нормально. Хотя тоже могут без масла ездить. Да, да, может и такое быть. Ну, вот я, знаешь, приехали, смотрим на эту Тойоту. Я смотрю, там, знаешь, белые такие полосы остались от этот вакса. Как это по-русски-то будет? Полирули? Ну, вакса, да, как полируют машину, да. Да, я смотрю, там белые в щелях там немножко осталось, тут немножко там. Сразу видно. Если машину кто-то полировал, значит, явно они за ней следят. Вот. Потом открываешь там капот, смотришь, масло чистое, трансмиссионное масло, чистое, смотришь, тут же на этот жидкость тормозную, чистое. Значит, все это менялось, да, там, допустим, машина 100 тысяч километров, например, тоже там заезжал в дилершил, открываешь там масло трансмиссии, явно уже такое темно-красное, да, не меняли. Двигатель, темное масло, не меняли. Вот. То есть там так вот везде посмотришь, потом дверь, одна чаша открывает, смотреть там. Тут не чистили, там не смотрели. То есть то есть совсем... А трансмиссию, знаешь, как проверять автоматическую? То есть просто переключаешь ее вперед-назад и чувствуешь, если она там бьет сильно, то тоже не очень хорошо. У меня машина новая так тоже на вторую скорость жестко включается. Я сперва долго на это дело печалился, потом на форум зашел, хундай. Народ такой, да это у всех так с автоматическими коробками, только у разных людей на разных передачах. Ну, понятно. И опять же, опять же, я добавлю, обыкновенный тест-драйв, обыкновенный, как бы вот, ну, как это называется, взять, просто прокатиться на машине, почувствовать, как она едет. Иногда люди даже просто забывают это сделать при покупке машины, знаешь, обыкновенно проехаться на ней, почувствовать, что там и как, нравится, не нравится. Иногда так запарятся, берут. Да, ну, это, в общем, полноценная работа. То есть, там надо тупо время вкладывать в это дело. Поэтому, если у вас нет времени, можно попасть на бабки. Да, или надо просто идти, знаешь, в дилершию более или менее нормально. При любой покупке нельзя спешить, а то получится, как я 8 айфонов купил, китайских, поддельных, на улице. Помнишь, я говорил? Да, ну, ты, конечно, дал. Так, возвращаясь к новостям, Apple нанял, нанял, как его зовут-то? Черт, где его имя было замечательное? Па-па-па-па-па-па-па. Не могу найти его имя? Подожди-ка, подожди-ка. Вот. Стасиор. Стасиор. Вильям Стасиор. Вот. Этот товарищ, который изобрел, значит, первый, наверное, этот поисковый двигатель Альтависта, если кто еще помнит. Вот. И на данный момент работал, в смысле, до данного, до прошлого, значит, до выхода статьи, работал в Амазоне, вот, в какой-то A9-дивизии по поиску, видимо, по поиску какая-то рекламная дивизия по поиску чего-то, ну, в общем, занимался поисковым работом, вот, и его Apple перетянула для работы в отделе Siri, вот. Так что, очень интересно, в принципе, вытащил эту статью исключение для того, чтобы отметить, что Apple не стоит на месте, вот, они, они вот пытаются улучшить сервис, каким-то образом нанимают толковых людей. Так что, так вот. Ты говоришь на Alta Vista или Astro Vista? Не, Alta Vista. А Astro Vista знаешь? Знаю. Давно уже там не было. Но Alta Vista был интересный движок, я помню, им даже пользовался одно время, в старые, давние, добрые времена. Вот. Ну, видимо, товарищ крутой, PHD у него, то есть, докторская степень от MIT, вот, и довольно-таки долгая работа в своем поле по поиску информации. Теперь он будет работать на Apple. Вот так вот. Толковый чувак перешел работать в Apple. Перекупили его, перекупили. А, ты знаешь, кстати, что такое Tata Nano? Нет. Нет. Tata Nano это вот еще интересный индусский или индийский автомобиль, вот, который славится своей дешевизной, значит, он заднеприводным, задним двигателем сзади, который, по-моему, там стоит около пяти или даже трех тысяч в Индии, я не помню, там, субсидированный или не субсидированный, но фактически очень дешево стоит, вот, то есть, четыре двери, да, там, крыша над головой, четыре колеса, то есть, обыкновенный автомобиль стоит очень дешево, по-моему, у него какой-то очень маленький двухцелитровый двигатель стоит, вот, и, значит, в свое время было очень много огласки, новостей про этот автомобиль, что, значит, все, индусы сделали такой вот немеренно крутой автомобиль за такие маленькие деньги, ну, в основном крутизна приходит от того, что это, типа, автомобиль на четырех колесах, да, обогрев, ну, все, как в обычном автомобиле, при этом, значит, он стоит очень дешево, хотя, конечно, смотрел на него ревью, и многие критики, в принципе, говорили, что, не особо удобный автомобиль, но потом, когда они вспоминают цены на этот автомобиль, то они считают это вполне приемлемым, вот, и ходили спекуляции долгое время, что этот автомобиль, значит, приедет в Европу, что он появится в Америке, в общем, похоронит весь автопром и всех вместе с ним взят, вот, и, в общем, до сих пор автомобиль так и не появился в Америке, как, в принципе, и в Европе. Все правильно, потому что никто не хочет похоронить автопром? Да, вот, но, судя по этой новости, они собираются все-таки привезти этот автомобиль в Америку, который должен стоить меньше 10 тысяч долларов, то есть, что значит, по американским стандартам он будет стоить 9999 долларов, вот, но, значит, к сожалению, пока что они не могут это привезти в Америку по стандартам безопасности, потому что, на самом деле, если взять оригинальную модель, да, для Индии, это просто консервная банка на колесах, которой фактически нет, по-моему, никакой безопасности, вот, и они сейчас пытаются, значит, наворотить автомобиль, то есть, поднять мощность двигателя, потому что, извиняюсь, два цилиндра 37 лошадиных сил, 37 лошадиных сил, да, это все-таки мало, они пытаются, значит, увеличить двигатель, вот, по-моему, до целых 0.325 литра, у тебя, ну, у тебя сколько в автомобиле литров двигателя? 6 цилиндров 3.8 в двигателе, ну, вот, 3.8, видишь, какая небольшая разница, 3.8 и 0.325, так все равно, дело в том, что не дают же разогнаться, блин, везде спид-диметы эти по городу, там, 50-60 км в час, с кузон 30 км в час. А, кстати, да, сегодня у нас так же... Попробуй разгонись, люди покупают в Феррари, там, 12 цилиндров, сколько там у них, и тоже, это прикол, просто анекдот, смотришь на этого спортсмена, и при этих вот скоростях, вот смотришь на него, ну, куда ты поедешь, куда ты помчишься, как бы, ну, в принципе... смешно просто смотреть на это. Пару недель назад я этот, Авентадор видел в Ламборгини. Вот. Очень забавно. Ну, так куда? Окей, я согласен, там, 300 км в час, там, за 6 секунд, окей. А где, на взлетной полосе ты это будешь делать? Это, кстати, да, это правда, потому что здесь ездить нельзя. Ну, я, кстати, хотел просто добавить, у меня знакомый есть в Торонто, вот, мы познакомились там, когда тут у друга было день рождения, мы просто познакомились, вот, забавный товарищ такой, этот китаец, вот, и он, значит, себе этот, по-моему, 2 или 3 года назад купил, значит, новый бумер, вот, уже обалденный бумер, я не помню, какая модель, там, смотрели на него, ходили. Вот, он недавно получил штраф, типа, в Торонто он ехал 65 км в зоне 50. Ну, да, а я получил штраф, я ехал 50 в зоне 30, представляешь, школьная зона была как-то незаметная, там, три полосы и очень жестоко. Да, мне так смешно стало. Причем, самое забавное, что они, кстати, смотрят, когда вот такие вот модные машины проезжают мимо, мне кажется, модные машины больше останавливают. Нет, я бы не сказал, в принципе, да, могут, могут видеть, что у людей бабки есть, там, тормозят, почаще, конечно, просто, если видят, что человек гонит, то они любого остановят. У них же эти, эти, как его, спидометры, не спидометры, а измерители лазерные, там он направляет, все там четко видно у него. Кстати, я перебью, кстати говоря, вот о этих лазер-детекторах, да, как бы, вот этих антирадарах, которые ты в машину ставишь, есть же тоже много вариантов, вот, есть же такие, которые прямо отсылают менту правильную скорость, ты едешь 130, он тебе, он ему отсылает 100, вот, вот это интересные вещи. Да, но в Канаде они незаконно тебе, тебе дадут хороший штраф. в Канаде, то, что я слышал, можно, в принципе, незаметно использовать только такой тип радара, который вот, вот он направляет на тебя, да, лазер, он просто тебя информирует о том, что на тебя лазер направлен, и как бы просто пищит и все, но это недостаточно даже времени, мне кажется, реагировать, он так быстро все это считывает. Ты знаешь, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, все радары в Канаде нелегальны. Да-да, все-все, да. У меня друг в Америке с радаром ездит, но он канадец, и он каждый раз, когда в Канаду приезжает, вот, он просто выносит свой радар, запаковывает его и кладет в этот, блин, по-русски же не помню, транк, как это по-русски-то будет? В багажник. Ну, все правильно, да, это, я знаю, запрещены. Чтобы бабла больше косить ментам можно было, поэтому они их запретили. Кстати говоря, об Apple и Android, я вообще, я очень жду от них вот этих очков. Ты не знаешь, когда они очки сделают? Потому что, можно было ехать и смотреть телевизор? Ну, вот эти же вот Augmented Reality вообще я очень жду. Ну, знаешь, вот эти, о чем я говорю? Когда вот очки и плюсы, вот это вообще будет, конечно, прорыв такой в технологиях, потому что все вот эти мобильные гаджеты, то-се, это все сводится к тому, чтобы у тебя было это, ну, в принципе, в одном, там, где-то глазу, где-то в очке в каком-то. И вот этот момент дополненной реальности, это вообще, это будет круто. Неужели жить так скучно? Ну, ты видел вот эти видео Augmented Reality? Да. От Google? Ну да, много есть моментов там, да, от Google, вообще как-то работает. Конечно, очень интересно. То есть, дополнительная информация идет в пространстве относительно всего практически, что нужно знать, людям поступает. Осторожно, впереди коп, осторожно, впереди. Да, да, есть куча видео там, я вообще очень жду, конечно, что это будет в скором времени. Ты мне скажи, ты являешься домовладельцем? Я? Ну, вроде как являлся, пока мне жена не выгнала. Но за дом ты все еще платишь? Ой, там вообще такая сложная ситуация. У нас маленький, тоже два годика, я чуть скучаю по нему, вот уже где-то дней 10 не видел. Вот сейчас с подругой там веду переговоры, там вроде начал вести. А ты зайди домой и скажешь, я здесь живу, я имею право. Нет, там еще теща, которая сразу там может вызвать полицию, скажет, что я там что-нибудь толкнул, что-нибудь придумает. Она по-английски даже говорит? По-русски она скажет. Тяжелая ситуация, там надо мне подумать, что и как лучше сделать, потому что дело идет к разводу. Ну, я выбираю между маленьким или чтобы вообще как бы развязаться с ними и его видеть отдельно. Так бы я его видел чаще. Вот. Я тебе советую разводиться. субъективной точки зрения. Я просто считаю, что если там она тебя не любит или ты ее больше не любишь, то какой смысл быть вместе? То есть надо просто ребенка как-нибудь вырастить, но какой смысл мучиться и жить вместе, приходить каждый день и думать она меня не любит, мы здесь, понимаешь, спим лишь потому, что из-за ребенка. Мне кажется, это будет, то есть я подозреваю, что будет в конце концов какая-то душевная мука постоянно, что вот я прихожу домой, да, и меня здесь никто по сути не любит. Кроме... Не, ну смотри, как бы там тоже любовь, любовь такое дело, что вот мне кажется, там как бы первое время там любовь есть, а потом, когда уже семейное все это переходит в постоянное, постоянные семейные будни, тогда уже любовь чуть-чуть проходит и уже начинаются такие будни, где... Ну там у нас бывали моменты, как бы нормально друг к другу относимся, все-то, все, как бы нормально общаемся. Бывали моменты, это, по-моему, ключевая для меня лично фраза. Вот, а бывало, да, много ссоримся, да. Ладно, сейчас для женщин. Сейчас мы вам раскроем правду, чтобы вы нам больше не говорили про вашу странную любовь, так вот, дорогие женщины, любви, блядь, нету. И вы это должны понять. Я, например, со своей девушкой сколько уже, ну, мы начали встречаться лет 10 назад, вот, съехались, наверное, года 3 назад, вот, мы сейчас опять разъехались, как бы, но, к сожалению, не по выбору. Вот. Я лично считаю, я уже и давно сказал, что я во всю эту любовь не верю, все это ерунда и чушь собачья, вот, то есть, мне кажется, что, мне кажется, что, пока я прихожу домой, и женщина мне радуется, что я вообще пришел домой, да, что я вообще есть, вот, и есть какое-то взаимопонимание и доверие, то, да, вот это вот, это называется замужная, или как там, семья, да, грубо говоря, а если ты приходишь домой и знаешь... Брак, брак. Да, да, вот брак, то есть, мне моя все время говорит, когда мы уже женимся, потому что я уже последние лет 6 говорю, что вот сейчас мы в следующем году женимся, вот, и как бы свое мнение не изменил, да, то есть, в следующем году мы женимся, ну как бы я и говорю, знаешь, какая разница, потому что, ну вот пойдем мы сейчас с тобой распишемся, да, и допустим, или там сделаем более или менее свадьбу, пригласим пару-тройку друзей, там сыграем эту свадьбу в ресторан, все такое, траливали, ну вот какая разница между тем, что мы сейчас вместе живем, да, или потом у нас будет кольцо и кусок бумаги, что это поменяет в нашей жизни, да, как бы, ты, скажем, что помешает мне, например, сходить налево, что помешает тебе сходить налево, из-за того, что у нас теперь есть кольцо на пальце и кусок бумаги, неужели ты ко мне будешь относиться более тепло, чем ты на данный момент к мне относишься, то есть я вот, например, все эти свадьбы, все эти семейные типа жизни с клочком бумаги в зубах, я это вообще не понимаю, так вот, как раз местные считают, что вот сам как бы, они считают в Канаде, что это контракт между вами, который урегулирует все договоры, где все описано, где все обговорено, кто куда налево ходит, когда, как бы, наоборот, говоришь, что ты не можешь ходить налево, по идее. ну вот, по идее, а некоторые люди при бракосочетании составляют конкретно контракт, да, да, такое есть, мне кажется, да, я не знаю точно, по-моему, это есть, контракт есть, да, точно есть. Ну, нет, это понятно, что если потом ты меня не любишь, ты не можешь забрать половину моего состояния, потому что на данный момент, смотри, твоя жена может у тебя отобрать половину всего, вот, и как бы, моя девушка имеет точно такое же право, хотя мы не женаты. Кстати, надо отметить, дорогим слушателям, что если вы здесь приедете, и вы решили, там, с папуаской или со своей, там, русскоговорящей, нерусскоговорящей женщиной пожить полгода вместе, типа, потрахаться бесплатно, то учтите, что через полгода она считается вашей женой, то есть, она не считается вашей женой, это называется common law, вот, то есть, фактически женой, просто без клочка бумаги, но при этом у нее есть все такие же права отобрать половину вашей собственности. Ну, вообще, законы в Канаде, они очень построены, они построены так, смотрите, как бы, вначале идет собака, потом мужчина, и только потом доходит, вот, до женщины, то есть, вот, это в такой поочередности. Мужчина, он чуть выше собаки, в принципе, по правам, здесь очень много прав отдается женщине в Канаде. Стоит ей там пукнуть, то все, там, что-нибудь еще, 911, и всегда полиция будет слушать женщину, всегда. Что бы вы там ни говорили, там, только если она там, может быть, пьяная, там, тогда да, еще вас могут послушать, но здесь всегда женщина права, как бы, во всем. Ну, вообще, я не вижу никакого смысла жениться, то есть, я не понимаю. Если любовь есть, в общем, у моей девушки, например, есть полный доступ к моим всем финансам, потому что я ей доверяю, и, как бы, знаешь, если уж, если уж, как бы, пошла на то, то, как бы, по-моему, это, это больший уровень доверия, чем просто клочок бумаги с кольцом. Поэтому, ну, это лично мое. А если, как бы, не любят, и все, то зачем мучиться? Просто надо определить какие-то правила, там, как с ребенком быть. Ну, ребенка, конечно же, мне там будут даны там, access rights, то все, но опять же, там, я буду меньше его видеть, хотя хотелось бы больше. Так, иногда прихожу домой и играю с ним. Так, вообще, у вас там, это, как бы, ты же живешь в французской Канаде, да? Да, в Монреаль, да. Вы там можете развестись и спокойно жить в одном доме. Ты будешь девок водить, она будет мужиков водить, знаешь, просто комнаты шерити. Нет, она хочет меня выгнать и жить сама в доме. Я как бы спрашиваю, как ты за все будешь сама платить с мамой. Ну, она рассказывает, что там они что-то там сдадут, что-то бейсмент там кому-то, ну, не знаю. Главное, чтобы себя денег не качали. Ну, там элементы будут, конечно же. Я не знаю, это тяжелая ситуация у тебя, скажу так, но если не любовь, то мне кажется, это не любовь, потому что, скажем, простой показатель, если ты приходишь домой и тебе никто не рад, то, по-моему, тебе не стоит приходить. Потому что, это будет просто тупое терзание друг друга, мне кажется. Ну, может быть, правильно тоже. это мое субъективное мнение. Не факт, что это так, но... Не, все правильно, все правильно. Так. Какие у нас там еще темы есть интересные? У нас еще много тем, но я думаю, мы уже не успеваем, поэтому я еще посмотрю. А вот эта тема, ты мне как-то, по-моему, высылал, что-то солярка с водой смешанная. Да нет, это уже проехали. Проехали, окей. Вот. Замечательная тема, которую я на этой неделе отыскал. Вот. И она достаточно веселая, ненапряжная. И есть, как говорится, над чем поприкалываться. А фишка в том, на этой неделе, что один израильтянин публиковал в новостях, или даже о нем написали, он изобрел, не даже не изобрел, он сделал велосипед из карборда. Вот как карборд будет по-русски. Картон? Да, вот, спасибо. Из картона. Вот. Он сделал, типа, полнофункциональный велосипед. Конечно, это вам не раллийный велосипед и не маунтенбайк, да, по горам на него не покатаешься. Но он целиком сделал велосипед, или, скажем, на 90, или сколько там процентов. Здесь не пишется, на сколько процентов, но по большинству сделал целиком велосипед из картона. вот. И, значит, он, типа, думает его продавать по 20 долларов за велосипед. Ну, относительно велосипедов, я вообще слышал очень много концепций, разных модификаций сейчас велосипедов сделали, очень интересных. Ну, картон, ты подумай, из картона, целиком велосипед сделан из картона. Я бы не ездил, я бы не ездил бы на таком. Ну, подожди, и он, по-моему, может выдерживать вес до 400-800 паундов, то есть, где-то 240 килограмм. Плюс-минус. это все, это ерунда. Он нормальный велик, это вот, я много ездил на великах, там, велик должен быть даже не горный, я бы сказал, для города, а такой вот, на тонких колесах, в принципе, спортивный. Он на тонких колесах. Вот, и он должен иметь большой кран-кейс, вот этот вот, где педали, вот это колесо, и должен очень быстро ехать. Это основные требования. У него большой этот кран-кейс, но, насколько быстро он ездит, он, по-моему, он на одной скорости. Вот, но, да, потрясающе. Короче говоря, я нашел пару видео, и, к сожалению, не пристабачиваю сюда, где он показывает, как он из картона делал, рассказывает об этом, типа, говорит, я общался со своими друзьями, инженерами, мне все в один голос сказали, это невозможно. Вот, и он сделал, значит, там, видео показывали, он говорит, я сделал первый прототип, который просто был похож на картонную коробку, вот, и когда понял, что, в принципе, это возможно, я начал, типа, работать над нормальной, более-менее выглядящей версией этого картонного велосипеда, и сделал. Сделал настоящий картонный велосипед, какие-то там запчасти еще все-таки металлические, типа, там, втулки, еще что-то. Понятно, из картона это не сделать, но колеса из картона, рама из картона, все фактически из картона, вот, он там показывал, он там берет, конечно, не тонкий картон, там, такой толстый картон, там, вырезал, как-то, видео показывается, как он там колеса делал, очень интересно. И, да, сделал такой вот велосипед, то есть, там, показаны, он на нем ездит, во всяких новостях, посмотрите на разных сайтах, я здесь дал ссылку на этот Нью-Джерси Ньюсрум, вот, но есть другие сайты новостные, где они, в принципе, об этом рассказывают. Ну, да, симпатичный такой, да. Да, то есть, он сделал прилично выглядящий, то есть, не какой-то там, конечно, убер-супер, но, знаешь, как-то, не бредятина. Я вот открыл, открыл твою ссылочку сейчас. И, да, он хотел бы его продавать, типа, за 20 долларов. И, я честно скажу, я честно скажу, если он, если он его начнет производить, я первым побегу купить, потому что, конечно, забавно все это выглядит. И, мне кажется, это, это очень правильный подход. Я вообще, я вообще приветствую это по многим причинам, потому что, в принципе, я, иметь 20-ти долларовый велосипед, допустим, которому он прослужит хотя бы пару лет, вот, мне кажется, это гениально, потому что, я знаю, что некоторые люди со мной могут не согласиться, но я вам расскажу мою логику. Я, я живу в город, я, я живу в деревне Виндзор, вот, и вообще, Канада или Антарио даже относительно плоское место. Вот, то есть, если хотите кататься, ехать по горам, то езжайте в горы, но по городу в основном здесь все очень плоско. Вот, называется, это вам не этот, не забыл имя, Лос-Анджелес, вот, поэтому, в принципе, здесь много передач, как бы, и не нужно. И 20-ти долларов велосипед, просто, чтобы на нем кататься туда-сюда, и даже если он там поломается, разобьется, то есть, в смысле, порвется. Велосипед порвался, блин. Вот, в принципе, не так плохо, раз и заказал другой, и самое прикольное с этим, что еще у вас закончатся дрова. Вану, тащи велосипед. Вот, то есть, прикольно. Я уже представляю этот, типа, студенты в университете пиздят велосипеды, чтобы только барбеки устроить. Я не знаю, я жду лето, я буду кататься на виндсерфинге, мне очень понравилось, как я на Кубе катался, я тут знаю, тут есть места на озере, я жду вот только этого. Куплю себе доску, парус, не буду гонять. Нет, прикольно. Велик, велик, ну, нет, я бы взял бы же металлическую раму, все-таки, многоразовый. Я, кстати, об этом думал, думал, и с одним олимпийским тренером один раз общался, вот, я такой, чувак, ты даже не смотри на велосипеды, которые стоят меньше тысячи баксов. я на это дело посмотрел, думаю, все, пошли все в жопу. Но у меня еще, кстати, проблема с хранением, у меня просто тупо места здесь нету. Вот, ну, не знаю, посмотрим. Вот, возможно, потом как-нибудь, но за 20 долларов, в принципе, велосипед был бы интересен. Мне кажется, это будет своеобразная велосипедная революция. Потому что есть такие... А? Вот скоро революция будет в тракерском бизнесе, скоро внедряют, там чуть ли не обязательно эти локбуки, блин, которые будут привязаны там к тракам, к движкам, электронные. Вот это будет революция. Вот это да. Вот сейчас езжу, да? Да, да. Сейчас езжу, как я тоже, конечно, блокбук достал, приходится переписывать его налево, направо, справа, налево. можешь ехать, там, задом наперед, все переписываешь, то есть, хочешь ехать, локбук не позволяет, знаешь. Ну, пошел, поспал, в чем проблема? Ну, так вот, локбук позволяет, хочешь спать. И, короче, не издай это. Ну, конечно, с одной, с другой стороны, локбуки, они, конечно, сети чуть-чуть помогают соблюдать для водителей, потому что есть некоторые товарищи вообще едут и спят на дороге конкретно. Да, я не хотел бы такому попасться под колес. Ну, вот, сегодня утром кто-то попался. Да. Ну, что, прощай права. Кстати, слышал, вот, относительно вот тех людей, кто любит ездить на автобусах, вот на этих, да, дальнего следования, у них тоже не все сладко, там, пускай даже два водителя внутри, да, но, вот, в Адирандак Маунтинс там пару автобусов вылетало, я там спрашивал, почему, там, чуть-чуть узнавал. Они говорят, у них слабое очень место, вот эти передние колеса, то есть, если оно взрывается, то автобус конкретно начинает куда-то тащить на одну из сторон, а если еще дорога, там, чуть-чуть ледовая, такая, не совсем, такая, чуть-чуть скользкая, то может вылететь автобус спокойно. То, что и случилось вот в Адирандак Маунтинс там пару раз в горах. Ты меня прям пугаешь. Я своей жене, в смысле, женщине купил этот билет на автобус. Она вовремя не заказала этот билет на этот поезд и пришлось, сейчас автобус взять. Ты меня прям пугаешь. Это как в анекдоте. Я бы хотел умереть сладко, как мой дедушка за рулем, тихо засыпая, как бы, а не так, как его пассажиры, мучаясь там в этих крик-криках. Не, автобус это опасная вещь. Да что там? Забавно. Ладно, последняя новость. Я откопал. Подожди, новость, подожди, а вот эту Stonehenge это же очень важная новость я тебе выслал. А, кстати, да, я хотел. Да, да, я хотел этот. Пока вы там догму обсуждали, я хотел вставить, но потом не удалось. Да, это забавно, что это новость пришла, потому что показывают, как они конструировали эти Stonehenge где-то в Британии. Да, да, хотя то есть Берег говорит, что все-таки это не конструировали, а просто там делали какой-то косметический ремонт. Вот, ну не знаю, хотя вот, может быть, такое и было на самом деле. Это, это все догма. Но что меня прикалывает очень сильно, вот эти, конечно, вот эти пирамиды и там в Боливии тоже построены вот эти мегалистические крепости из таких камней, конечно, по 200, по 300 тонн. Это, конечно, да, с ума сойти, как это было все сделано. И камни подогнаны вот под эти вот, именно, знаешь, один к одному с углами, там, со всем. Это вообще невероятно, как можно было такое сделать? Неужели ты думаешь, что люди на нас были тупыми? Ну, даже, говорят, сейчас это очень тяжело сделать при нынешних технологиях даже. Да, чушь собачья. Они же там построили, извиняюсь, не за два года, не за 10 лет. Поэтому, у них там были поколения разработчиков, таскальщиков. Поэтому, что там, можно, все можно. Я не думаю, что они там, знаешь, более были тупые люди. Знаешь, как там, допустим, конструировали эти огромные кафедральные соборы и все остальное тоже. Как бы, тоже очень интересно. Люди были не тупые, люди были довольно-таки продвинутые. Если почитать историю, оказывается, даже в Риме были эти всякие паровые двигатели своеобразные. И канализации. Да, и канализации. Я когда ездил, кстати, смотреть на этот Кипр, там, еще по всяким этим странам, тоже вот ходишь очень, или, например, ты когда-нибудь был в этих театрах, как они называются, амфитеатрах? Колизеи эти, да? Не Колизеи, а амфитеатр просто. В Риме? Ну, это не только в Риме, да, то есть там во всех этих странах вокруг да около тоже. Я не помню сейчас. Я видел фотки, да, тоже внушительно построено все. Я там был, и очень впечатляет. То есть там идет такая сцена, и вокруг все идут сиденья, да, то есть камни выточенные, господи. Вот, и они, значит, так идут прямо лестницами, да, наверх. И ты вот сидишь на этих камнях, смотришь вниз на эту сцену, и очень интересно, потому что, ты знаешь, сейчас ты идешь, например, например, ты сейчас идешь там в кинотеатр, и там у тебя 3D-звук со всех сторон, баунс, 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 вот, и ты смотришь, то есть сидишь в этом амфитеатре, так по сторонам смотришь, типа, а-ля вокруг, знаешь, там травка, солнышко светит, все остальное, то есть там все это из камня выложено, смотришь на вот этот небольшой амфитеатр прямо в центре, где выступают люди, так смотришь на это дело, думаешь, потрясающе. Потом идешь вниз и начинаешь что-нибудь говорить, и люди, которые сидят там на этих камнях, они тебя все слышат, даже те люди, которые сидят там в самом конце. Да-да, я слышал про это, что вот тема доставки звука, она там очень продумана, без микрофонов, без ничего, люди, да. Именно, я помню, мы там с мамой еще были, и вот я тоже сидел на этих камнях, а она там пошла вниз и кричала чего-то, то есть потрясающе сидишь, у тебя, знаешь, такое звук. А если там еще всякие там гладиаторы сражаются с тиграми, там на тачанках, на всяких. Не, ну это был маленький амфитеатр, то есть там, конечно. Для маленьких боев, да? Ну, возможно, но я думаю, там больше выступали. Вот, то есть потрясающе, и, извиняюсь, и все это было сделано еще до компьютеров, технологии, индустриального века. Или тоже спускаешься, да, там небольшие, типа, ну не катакомбы, но типа катакомбы, то есть они такие совсем примитивные. То есть фактически это своеобразная канализация, вот, и это холодильник. То есть там стоят вот эти вот большие, как оно, не вазы, а, знаешь, бидоны, да, которые из этого, из глины сделаны. Вот, и ты спускаешься вот в эту своеобразную такую катакомбу, вот, если на улице ты выходишь из этой катакомбы, жара, заходишь внутрь, там, проходишь в эти маленькие узкие комнаты, холодно, и они это построили без индустриальных технологий, вот, и они туда, там, заносили все эти, все эти бидоны, как они называются, не помню, как я сейчас, по-русски будет, вот, но они туда их все заносили, пожалуйста, там вода, холодная вода, там, еще чего-то холодное, потрясающее, вот, я там просто по этому всему ходил, и все это было сделано до нас, я, 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 я не знаю, а почему у вас такое удивление по этому поводу, то есть люди до нас жили не тупые, абсолютно. Так вот, как раз товарищ Берек и говорит о том, что, в принципе, раньше тоже, он совершенно согласен с этим, и я согласен, что раньше были очень передовые технологии, как бы. У них, правда извиняюсь, нет лошадей, которые мчатся под 160 км в час, да, с подушками безопасности, но как бы на то время, ну, люди не тупые, не были тупыми никогда, поэтому. Но лозунг, лозунг был тот же, что и сейчас, хлеба и зрелищ, вот заметь. Так извиняюсь, я, конечно, все понимаю, но человеческая эволюция достаточно медленно, у нас медленно все перестраивается, в отличие от собак. Поэтому. Вот этот, кстати, римский закон, он даже переместился, даже и в наши дни, очень много построено в законодательстве на основе римского права. Ну, до этого было греки, сколько греческой философии, сколько сейчас ее читают. Вот, я тоже читал, там, по-моему, одну из греческих философов, ну, замечательная книжка, очень простая, у меня где-то там на сайте она написана. То есть, как бы, люди были, люди, мы далеко не ушли, по сути, то есть, по сравнению, там, еще, там, сто лет назад, конечно, на нас свалилось огромное количество информации, которую мы получаем, но все остальные базовые принципы у нас остались те же. Римские, греческие, греческие философы, а вот славянских почему-то не оставили, все уничтожили, всю, всю литературу, все книги древние. Что, флаг в руки, что могу сказать? В той же Библии, посмотри, сколько всего описано, а о славянах вообще ни слова не говорится. то извини, а кто Библию писал? Ну, кто, я не знаю. писали евреи, скорее всего, Библию. В Германии в 16 веке. Почему? Нет, до этого. Когда изобрели книгопечатание. Ну, конечно. Переписывали все это в Ветхий Завет, целиком списали, потом поменяли, вот и все, идет там вся эта мутация. Подточили тут, подточили там. Как бы. Я вот хотел спросить, ты не знаешь, PayPal в России принимают сейчас? Я слышал, что PayPal там работает, что-то не работает. Без понятия. eBay работает у них, нет? Без понятия. Может быть, кто-то в комментах напишет, я не знаю. А, ну, люди, откликнитесь. Как у вас там с eBay и PayPal? Кстати, я слушал ваш подкаст прошлый и заснул. Сны какие-то снились. Там тоже пишите комменты, если кто заснул, что вам снилось. Конечно, серьезные у вас такие по три часа подкасты, вот. Не знаю, откуда у вас силы берутся. Молодцы, конечно. Не знаю. Кстати, я тут недавно в магазин заходил, отыскал интересный напиток. Ты знаешь, такой Red Bull, да? Да, ужасный яд. Я сегодня, кстати, вытрескал Red Bull, потому что я думал, что я свалюсь перед подкастом, что я был усталый. Еще две кружки кофе навернул, пока мы тут записывали подкаст. Но на днях я нашел, а именно вчера я нашел такой напиток, называется Marley's Mellow Mood. Знаешь, Marley. Так и куча напитков всяких этих. это интересный напиток. Потому что обычно сейчас куча этих энергетических напитков, а этот напиток не энергетический. У него обратный эффект. Значит, Bob Marley напиток. Вот. Что в нем есть? Сейчас я, подождите, свет добавлю, я вам скажу. Значит, рекомендуемая доза. Ингредиенты. А, подожди, это не то. Вот. Валерьянка, лимонный Balm, Balm, не знаю, что такое. Камамайл, ромашка, хумулус, лупулус, не знаю, что это такое. Это Passion Flower, Passion, я тоже не знаю, как перевести, тоже какая-то там ромашка своеобразная. Мелотунин. Что это такое? Это для того, чтобы кожа была белая. Ну, в общем, они еще напихали всяких ромашек валерьянки для успокоения. Я вчера, короче, я серьезно говорю, прикольные напитки, я вчера, короче, вечером его увидел, купил, вот, сижу на толчке, резюме заполняю, в смысле, этот, резюме свое правлю, сижу, выдал этот напиток, думаю, ну, что-то не вставляет, что-то не вставляет. И через полчаса меня как накрыло, глаза слепаются, такой сижу, все, приехали, называется. То есть, это как бы слабитель, ты его используешь в качестве слабительного? Ну, это расслабитель. Типа, тебя расслабляет, в общем, здесь написано на банке, что нельзя, если вы собираетесь ехать, нельзя его пить. Так что, попробуй. Ну, в качестве слабительного я иногда, не знаю, там есть разные кучи вариантов всяких, но вообще, иногда я делаю промывание кишечника, и вот после этого... Так это не слабительное. Ты спишь конкретно, знаешь, как расслабляется? Не, спасибо. У меня один раз там, мне надо было, мне выписали какое-то слабительное, меня так прочистило, что я больше никак в жизни так не хочу. Вот, это у меня там, что, я ходил на процедуру в госпиталь, так забавно было. По-моему, я рассказывал об этом. А если нет, то напомните, чтобы я об этом не рассказывал. Я не хочу рассказывать, куда и что мне засовывали. Ну да. Ладно, последняя новость, все остальное оставим потом на следующую неделю, я думаю. Нашел, как она называется, подожди-ка, вот, такая есть компания, называется Сема, или Сема, Семи. Вот, она занимается тюнингом автомобилей, и под нож попался Hyundai Veloster. Короче, они его начунили. До 400 лошадиных сил, вот, pound фит, это, pound фитов. В общем, и все. Ну, все, уже в голову ничего не лезет. Не, а вижу, такой симпатичный, да. Но 400 лошадей на переднем приводе. Это очень много. Для такой массы автомобиля это вообще улетает, как, наверное, как пуля. А, кстати, какой полет пули, знаешь, вот такой средний, такой, скажем, пистолетный, какая скорость, понимаешь? Не знаю, если честно. Она сверхзвуковая или нет? Просто интересно. Сомневаюсь. Просто я думал, к чему это, а вот про этого чудака, помнишь, там Red Bull, вот он прыгал с высоты, там, 39 километров, по-моему, Феликс, как его? Ты не слышал эту новость? А, я видел так краем носа. То есть, похоже, что он все-таки сверхзвуковую скорость не преодолел. Не преодолел. То есть, он планировал, но не получилось. Ну, что, еще и в следующий раз. Он еще не разбился. Мне было просто интересно, если он преодолел бы эту скорость, обычно же какой-то происходит там хлопок какой-то. Вот я видел там эти самолеты, истребители преодолевали. всегда так какой-то вот такой там хлопок идет сзади него, огромный такой. Интересно, вот его бы не убил бы этот хлопок, если бы он преодолел скорость звуковую? Извини, не могу тебе сказать. Хочу, но не могу. Я видел это видео, конечно, его там крутило конкретно, так вначале крутило, пока он не влетел в эти вот слои атмосферы, пока летел, наверное, в безвоздушном пространстве. Я смотрел прямо в прямом эфире этот репортаж, интересно было. Я тебе выслал фотку, видел там Путин на гусье пролетал рядом, смешно было. Не, мы этот в ресторане с утра завтракали, смотрим, какой чувак на шарике поднимается, я говорю, что такое? А, рекорд будет ставить, ну понятно. Спустя 40 минут все поднимается на шарике. Я говорю, слушай, долго он будет на шарике подниматься, его будут показывать одну и ту же сцену. Он говорит, ну да, где-то там около часа. Я говорю, понятно, какое замечательное телевидение, смотрим целый час, как человек поднимается на шарике, сидит там, блин, не шевелится, только какого-то радиста в центре показывают, который все время что-то там проверяет и кричит. Ну да, два часа, больше двух часов он поднимался. А, да, больше двух часов? Да, там конкретно не шарик, там целая такая агрегация, целая капсула, там давление она регулировала, скафандр у него, там все в порядке. Ну да, я, короче, очень порадовался, что мне остались ждать, пока он до конца поднимется. Вот, ну, не знаю. По-моему, он сказал даже, что он летел, что-то у него там чуть ли не пятки загорелись от такой скорости. По-моему, он сказал такое. Майфито-смокинг что-то такое. Какой загар, а? Шикарно. Не нужна никакая куба. Летим на шарике. Так, ну что? Какие есть еще какие-то темы? Можно бы на паузу пока поставить, я хотел там это. Да нет, уже пора сворачиваться. А сколько уже? Три часа прошло? Уже три часа, три с половиной часа. Мы уже, мы уже перегнали, поэтому, по-моему, пора. Пора уже. Да? Абсолютно. Пока там, пока еще там не все поперевешивались, надо, чтобы кто-то хотя бы дослушал до конца. А как насчет донейшена, делают? Мне просто интересно, слушать ли донейшен или нет тебе? В последние два месяца ни одного. Мало. Донейшен это такая тяжелая тема, то есть. надо раскручивать подкаст. Надо, надо. У нас есть один товарищ. Вообще, надо будет ему потом памятник в последствии поставить. Я чувствую, ему надо будет что-нибудь такое немеряное сделать. У нас есть один слушатель, я не буду называть его имя, вот, иначе я ему этот весь шаблон собью. он создал страничку на фейсбуке или что? Ну, он там конкретно работает над этим делом, что-то он как-то так взялся прямо. Я, если честно, я себя очень плохо чувствую, потому что много чего связано, но... С фейсбуком или с чем? Ну, потом как-нибудь расскажу, но просто товарищ взялся так ни за что, ни про что. по-моему, если подкаст, если все-таки когда-нибудь подкаст раскрутим, нафиг, надо будет ему долю отваливать, реально. Столько работы начал вкладывать в подкаст, просто нереальные люди. Я потому что как-то рассчитывал, что надо комьюнити поднимать, чтобы люди все помогали, что-то там суетились, что-то делали, хотя бы небольшие части подкаста, к сожалению. Но он у вас по-любому на первой странице арпода, в принципе, всегда находится, как самый такой. Да, а ты что, не смотрел на арподе? Я уже не смотрел, не смотрю уже который год. Он постоянно, если нажмешь на арпод, на подкасты, он там всегда на первых местах, то есть у вас он периодически обновляется, и как? А мы вообще самый регулярный подкаст? Да, да, я слушаю, да, у вас очень производительный подкаст, конечно, это вообще. И я не успеваю один дослушать, уже другой выходит. Главное не пить этот Боб Марли и не ехать за рулем. А, ну, конечно, тоже интересно, кто слушает столько, вот по четыре часа, я понимаю, там я, я как бы там рулю, есть время, но кто другие, кто вот остальные люди? Ну, некоторые, например, используют за место медикаментов, они послушают подкаст раз и заснут, другие там ездят в поезде, там каждую неделю мотаются в университет и обратно, они там сели раз в четыре часа, смотрят, доехали до университета, ну, там, третья, не знаю, кому-то на работе. А Василия Стрельникова ты слушаешь? Какие ты вообще с подкасты слушаешь? Я никакие на подке подкасты не слушаю. А какие другие слушаешь? Я только слушаю Security Now и этот твит. Твит иногда, потому что я был одно время очень большим поклонником твит-подкаста, вот, я слушал каждый их выпуск, но потом... А, твит, я знаю, я знаю, там этот чудак, как его, Лео Леопорте, да? Да, но он потом на меня стал депрессию просто нагонять, потому что они о технологиях там говорят, вот, и там просто они перемывают настолько кости, что на меня начал наводить немеренную депрессию. вот, и в общем... Он еще ведет The Tech Guy, ведет он тоже. у него Tech Guy, этот, This Week in Windows, This Week in Law, This Week in Google, This Week in Mac, у них там куча подкастов. Слушай, это не те чудаки, которые сидят где-то в тюряге, и вот они... У них столько времени... Нет, это тот чувак, который настоящий радиоведущий, а не играет в радиоведущего, если вы понимаете, с кем я сравниваю. Нет, ну столько времени найти на подкасты, вау. Так это его бизнес реальный, чувак. А, окей. Это его бизнес. То есть, рекламу он дает? Да, он не какой-то там дядя, который сидит у себя дома, наворотил студию и играет в мегаподкастера. Он настоящий, он работал на телевидении, он работает, и работал, и работает на радио. Вот, у него своя сеть подкастов, у него этот, как бы, своя студия, у него была вообще, по-моему, он сперва одна студия, потом вторую построил, у него там, дохрена, у него настоящий бизнес, подкаст, бизнес, у него, если ты послушаешь, у него реальный спонсор, у него Ford спонсор, у него там онлайн всякие. Это Squarespace.com он рекламирует. Потом у него какой, Carbonite, типа, бэкап. Да, да, да. У него рекламируется реальный бизнес, и, как бы, у него реально сделан подкаст. И качество подкаста хорошее тоже. Да, но там, кстати, слышно иногда, потому что я знаю, что он записывал, он записывает точно так же, все через Skype. Что он делает, потому что я читал про его сетап, вот это вот называется реалистичный, значит, подкастерский сетап. типа, я играю в профессионального подкастера. Вот. И у него в чем фишка? У него для гостей, он для каждого гостя высылает определенный, у него есть микрофон, да, который он нашел, что он более-менее дешевый, там, в пределах 50 долларов. Но то же самое, достаточно качество дает. Потом у него там стоят машины, на которых работают Skype. Вот. У него все это там проведено через все эти микшеры, все остальное. И каждый человек звонит там, по-моему, на отдельный Skype. Все это, конечно, миксуется по отдельности, но все происходит. Он записывает всех через Skype. Вот. То есть у него, конечно, не такой наш сыр-брод, как мы делаем, все на одну дорогу пишем. Вот. У него все по отдельности, но все равно все идет через Skype. То есть он себя записывает. Ну, естественно, у него там профессиональное оборудование стоит, вот, для записывания и всего остального. Вот. И как бы, да, И это его настоящий бизнес И я всегда смотрю Как он организовал свои подкасты И знаешь Я помню Виктор Когда приходил в подкасты Он периодически кричал Подкасты сделать платные Этот товарищ Съел на своем веку Он эту тему не один раз обсуждал В своем твите И платные подкасты Не работают Если мы сейчас поставим цену на подкасты Мы там прикалывались Типа купите подкаст по 5 долларов 2-3 человека купило ради прикола У меня есть подкаст Который никогда не вышел Но по сути подкасты так не работают Ну понятно Они работают на рекламе Конечно Реальная аудитория Реальные спонсоры Которые потом еще аккуратно выбираются И потом им очень правильно делать У них была дискуссия не один раз Они В последний раз когда я слушал Но в принципе я про это уже догадывался Но они очень хорошо объяснили В чем прикол рекламы на веб-сайтах И почему значит Все вот это вот Весь вся эта рыночная реклама на сайтах Плавает туда-сюда Вместе с этим фейсбуком Которые вся рекламу делают И гугл И почему реклама в подкастах Не всех Но работает Потому что значит на веб-сайте У тебя очень много места Где ты можешь воткнуть рекламу Вот Если ты везде рекламу повтыкал То место на твоем сайте Стоит очень дешево Вот То есть По сути это Если объяснить о пальцах У нас есть спрос У нас есть потребление Вот Подожди У нас есть Черт Предложение Спрос и предложение Ну да Вот в твоем варианте Вот у тебя Как бы не сильно Вот Видимо Спрос на На рекламодателей Как бы Конечно Я предлагал некоторым людям Попиарить свои проекты Даже если за бесплатно Просто начать Посмотри как пойдет Вот Никто не хочет Но не в этом суть Как бы да И получается что Чтобы это реально работало Во первых Нужен продукт Хороший А во вторых Нужно Нужно Искусственно Создавать Значит Предложение То есть В подкасте Как у него устроен подкаст У него максимальное В подкасте Три рекламных ролика Максимум Три Вот И То есть Спонсоры выбираются Соответственно Кто там Будет платить И в зависимости от компании Что они производят И так далее То есть У него там Своя Свой рецепт На это дело Вот И поэтому Для него Это конечно же Работает Потому что У него реклама Не на каждом шагу Вот Три рекламы На подкаст Поэтому Вот так вот И получается Ну Относительно тебя Это нужно Тебе Спрашивать Российских рекламодателей Потому что У тебя Аудиослушатели В России Находятся Правильно? Ты знаешь С этим Как бы Потом уже Можно будет Разобраться Для начала Там Море работы Скажи мне Вот этот Squarespace.com Он рекламирует Ты смотрел его Как бы Для создания сайтов Это хорошая идея? Там Я так Посмотрел Ничего такое Задумка такая Ну В теории Как бы На практике Люди говорят Что да Хорошо Мне просто Пока что Не надо Я как бы Знаешь У меня есть и друзья Я тут там Могу достать Для себя Как говорится Нормально Сайт сделать По-человечески А вот еще Хотел спросить Вот кстати У меня был вопрос Для Для Хранения фоток Да У меня куча Фоток Скажем Есть И вот Есть Разные варианты Там Пикассо Там еще что-то Там Фликер Там Какой вот Лучший сайт Всего Использовать Для хранения фоток Ты знаешь Я бы Очень рад Тебе помочь Но я фотографии Не храню Онлайн А вообще Да У меня У меня есть Три системы Бэкапа То есть У меня первая Стоит капсуля Апплоская И у меня Значит Все машины Сливаются на капсулю И потом Там Раз в месяц Раз в два месяца Я сливаю С капсуле На отдельный Жесткий диск И отношу в банк А ну да У меня тоже есть Жесткий диск На два терабайта Да И на тот случай Если у меня сгорит Апартмен Или меня обворуют У меня всегда есть Копия в банке Вот Поэтому Онлайн сервисы Это немножечко тяжело В зависимости Что ты хочешь сделать Если ты хочешь Типа Организовать Для общего просмотра Да Вот Или ты Не боишься Прависи Приколов То в принципе Можешь там Заливать на эти Гуглские сервисы На этот фликер Даже на тот же Фейсбук Можешь заливать Вот Если ты хочешь Приватно все это сделать То тебе нужно Конечно Клауд сторидж смотреть Вот То есть Это может То же самое Допустим Амазон Посмотреть У них можно Купить место И насколько я понимаю Достаточно приемлемо Вот Потом есть Карбонайт Да У них конечно Интересная система Но если у тебя Все на одном Жестком диске В твоем компьютере Стоит То у них Достаточно Тоже хорошая идея Вот У них есть там Планы Где они Тебе будут Хранить Весь Типа Жесткий диск Твой Понятно То есть Я думаю В твоем варианте Чтобы было Без мук Тебе нужно Реально смотреть На автоматические Онлайн Бэкапы Но тебе придется Выкладывать Там ежегодно Деньги За это дело Я Тогда же Даже эти Сторичбоксы Они тоже Автоматические Могут Бэкапить Там есть у них Разные программки Да Но это все зависит Знаешь Куда ты хочешь Заливать Потому что Просите Извините Сегодня там Пупкин Клауд Существует А завтра Пупкин Клауда Нету И ты лэптоп Потерял Опа Ой опять Меня этот зомбяк Пугает Вышел на дорогу Со своим фонариком Нароже Я считаю Иди Смотри Если ты не хочешь Потому что Всегда проблема Если ты не хочешь С этим париться Ищи большие Компании Солидные Если бы я Этим занимался Я бы посмотрел Обязательно Просто-напросто На Амазон Это большая Компания Насколько я понимаю Приемлемые цены Но это для хранения Наши Приватных фотографий Говоря об Амазоне Как-то тоже Я там помню Искал Купить Хотел Мадеборд Что-то смотрел И вспомнилась Мне эта тема Там как-то Мне рассказывали Что лучше всего Для геймин Для геймин Использовать Вот этот Эксбокс Или этот Как его PS3 Да PlayStation 3 Я говорю Да нифига Что вы Компьютер лучше всего PC А там ребята Говорят Нифига Нифига Потому что Многие игры Заточены Под Xbox И PlayStation 3 А компьютер Не тянет Как бы Я вот не знаю Ты как считаешь Что Вот скажем В ту же игру Например Battlefield 3 Неужели Компьютер Не тянет То есть мой вопрос В чем Лучше играть На PC Чем по-моему На Xbox Как ты считаешь Зависит От Типа Зависит От того От игры Зависит Правильно Нет Зависит Больше На самом деле От тебя Потому что Например Вот например Я Да Я одно Время Хотел Играть В игры Типа там Гоночки Стрелялочки Вот Я в одно Время Хотел Реально Купить Xbox Значит Ну Во-первых Скажем Xbox Обновляется Сколько Ну в смысле Коренное Поколение Xbox Меняется По меньшей Мере Раз в 4 года По-моему Даже еще Дольше Это же очень Это же очень Много Времени Технологии Обновляются Вон Каждый год А какая Тебе разница В том И задача Понимаешь Допустим Ты купил себе Писюк Вот Выходит Какая-то Новая игра Они тебе говорят Товарищ А не пошел бы ты Не обновил себе Видеокарту Вот Ты пошел Хочешь себе Обновлять Видеокарту Тебе надо Купить Видеокарту Тебе надо Поставить Тебе надо Убедиться Что все будет Еще нормально Работать Хорошо Ну так вот Ну на 2 года Хватит Видеокарты Хорошей На 3 Ну зависит Пойдешь Сколько она тебе Встанет Ну сколько Баксов 200 Ну вот А ты купил Иксбок за 200 Баксов И ты на нем Играешь Все 6 лет Ужас Я вообще не понимаю Как можно С джойстиком Играть в игру Это вообще Ну это Понимаешь Это зависимость От Смотри Я То что Люди бы назвали Такой Если бы я играл В одно время Я очень много играл Да У Вани Когда у него был Иксбокс Я casual геймер Я не профессиональный геймер Я пришел Из университета Диск вставил Посидел Ваня Если был бы здесь Он рассказал Да Я там с экзамена Или после урока Пришел Диск вставил Посидел Час Поездил на машинках Пострелял Call of Duty Все Выключил Иксбокс Ушел домой Вот То есть Мне абсолютно Мне Мне Я не играю Профессионально Я не играю через сеть Вот Мне было абсолютно Все равно На Джойстик Потому что В основном Там игры Допустим Стрелялки Они все равно У них идет Примерный Прицел Он так раз И доводит Немножечко Вот Например В другой момент Я помню Я играл Call of Duty Да Против Там Мы играли Два на два Два против двоих Да На Xbox Вот Я тебе честно скажу Когда мы играли Против людей Мне реально Хотелось Клавиатуру Мышку Знаешь Чтобы нормально Можно было поиграть Было не очень удобно Вот Но опять же В зависимости от того Какой Тип геймера Каким ты являешься Если ты Проходишь Поиграть чуть-чуть То Покупай Xbox И не парься Но это опять зависит Как бы Пиратишь Не пиратишь Вот Но по сути Я очень люблю Играть в эту Modern Warfare 3 Как бы Простой вариант игры И High speed Интернет Все как Все нормально Там Мультиплеер А Ну тогда да Тогда тебе стоит Сказать Больше кайф Получить на компьютере Однозначно Все никак Руки не доходит Купить этот Battlefield 3 BF3 Там У меня брат Играет Все Все хочу Поставь Steam И там Купить Через кредитку Да У меня Steam есть Но кстати По-моему на Steam Сейчас нету Battlefield Он есть на Orange Это их Оригинальная Оригинал Программа Типа как Steam Но что-то Steam Они не поладили Со Steam И они открыли По-моему Какой-то Orange Свой Вот эта компания Все зависит Просто Что ты хочешь От этого получить Я Вообще Сейчас Знаешь Куча Как альтернатива Онлайн играм Есть Вот эти Paintball Сейчас очень развивается Paintball Ребята ездят играть А еще Даже есть Как другая И Paintball Там какие-то Чуть ли Как резиновые пули Какие-то там Вообще Как даст По тебе Верх Да Это вообще Еще серьезней Кому как нравится Ну вот Именно Относительно Стрелял Конечно Это кайф У нас здесь Кстати Есть Paintball Место Ходил стрелять Один в поле Не воин Так что Вот Ну там Как бы да Тематика зависит Что ты хочешь От этого получить Хочешь Профессиональный Гейминг PC Хочешь так Прийти Порубить час И выключить И уйти Не заморачиваться Xbox Поэтому Я даже На данный момент Но я опять же Я онлайн не играю И я играю Там буквально Фиг да маленько Поэтому я пошел Купил Xbox Кстати Мне идея пришла Только сейчас Вот бабки как сделать Надо где-то танк Такой раздобыть Поддержанный Из музея Там какой-нибудь Где-то на На площадке За городом Открыть Дать объявление Открыть Предлагаем Вот прокатиться А ты кстати Не слышал Какой геймер Не пойдет Прокатиться на танке Нет Этот Как называется В Америке Мне кто-то рассказывал Тоже Там короче Какой-то чувак Ему надо было Снести дом Но конечно Умный товарищ Додумался Короче говоря Он сориентовал Танк Настоящий Танк А где он его взял Я не знаю Где он его взял Он типа там Где-то договорился В общем Приехали ребята На танки Вот Он собрал Короче говоря Аудиторию Вот Снял за них С ним бабки За то Что просто люди Посмотрят Как танк По его дому Проедется Вот Потом все это Еще по-моему Заснял на камеру И выставил По-моему Тоже на ютуб Где-то есть Да-да На ютубе Куча видео Там где-то танк Кто-то чудак Угнал Танк Но по-моему Полицейские В него гранату Кинули Вовнутрь Он плохо кончил Короче Красиво Он дом себе снес При этом Заработав бабок На аудитории Поэтому Вот в Штатах Точно я знаю Есть ребята Там они предлагают Такие вот Сервисы Там как катание На танках На всяких В Штатах это есть Да Это Америка Да Там катание На танках И стреляние За оружие А в тирах У вас там Вот ты рассказал В тире Какие там Виды оружия Есть в Детройте Фактически любые Я туда раньше Когда я зашел Я спрят думал Что там тебе дают Только будут Этот Даже Ну вот Автоматические Тебе не будут Оружие давать У нас там чувак Пришел с нами Один раз Он на обсайте Видимо покрутился Говорит Слушай А здесь винтовку Можно снять Вот Пришел Снял винтовку Автоматическая То есть Там Там не разрешают Стрелять Знаешь Подряд То есть там Три выстрела Быстрых И пауза должна быть Или там Медленно стрелять Вот Но да Тебе дают Целиком автоматическую Винтовку Ради бога Бери Я уверен Что там Если тебе автоматическую Винтовку дают Шотган И тебе точно дадут Классно Да Да Очень весело Приезжай Ладно Давай прощаться Мне уже Глаза слепают Всем слушателям Спокойной ночи Как бы Сладких снов Если вы уже спите Вот Постукивание микрофона Товарища Берега Вначале Принимайте Как За китайские Эти Как их Знаешь Подвешиваются Да я знаю На самом деле Он просто шпион И передает Информацию Русским Чекистам Это у него Знаешь Это у него На микрофоне На экране Висит такой Старенький Микрофон Знаешь Такой На проводке Он все время Бьется Об экран Да на самом Это просто У него Этот Морзо Морзо Он там Набивает Вот Люди Сидят тут Думают Мы тут Что-то Что-то Говорим На самом деле Он передает Секретную информацию Я знаю Я это понял У меня При записи Идет обработка Я смотрю Там какие-то Идут Наши буквы Поэтому Все Слушайте Следующий подкаст Приглашай меня Тоже Я вам расскажу О практике СМЕРШ О стрельбе Как они стреляли Там Во времена Сороковых годов Вот Круто Секреты Секреты Стрельбы Стрельбы Короче Приглашайте Спасибо всем Спасибо тебе Передавай Привет Берегу Скажи Чтобы Меньше странных Книг читал Ой Подожди Он еще Тебе Такого Расскажет Мне Мне нужны Факты Мне нужны Догмы Мне нужны Он Он Такий Интересный Чудак Приглашай Его еще Он тебе Расскажет Побольше Фактов Вот Сегодня Насколько Я понимаю Был не совсем Удачный Фактовый Забег Да Ну Тоже Не совсем Просто Как бы Приспособиться К новой Обстановке Чуть-чуть Необычно Тоже Но в новом Подкасте Вот С новыми Людьми То есть Как бы Чувствуешь Вроде Вроде Непонятно Как бы Или нас Пригласили Или мы Пригласили Тоже Такое ощущение Как бы Непонятно Или ты В гостях Или У тебя Кто-то В гостях Тоже Знаешь Чуть-чуть Непонятно А ты просто Возьми Подкаст Первые Несколько Минут Вырежи Потом Запиши Свой трек Типа И выложи В свой Подкаст А что У меня У меня Как раз Пауза И все Остальное Ты можешь Прямо Раз Вырезать Это Дело А потом Вставить Своё Название И Перепубликовать Это Называется Ребрендинг Одного И того же Продукта Подожди А запись Где я возьму Я ее Скоро Выложу Я всегда Так делаю Практически Я всегда Перепубликовываю В Твиттер Фейсбук В Гугл Пласс У меня Все Есть Ну все Ладно Люди В счастливом Неделе Хорошей Хорошей Погоды Становится Холодно Грейтесь Пейте Горячий Чай Все Главное Не болейте И ходите В баню В баню Да Больше водки Меньше Селедки Вот Также Подкаст Велся Из Трака От Кримы Велся Из Трака Через Компанию Verizon Вот Называется Интернет Unlimited Интернет Цена 5 гигабайт 50 долларов Да Без Понятия Вот И Все Спасибо Пока Через Через